Из кинотеатра с новогодним настроением и верой в чудо. В преддверии праздников отечественный кинематограф преподнес в подарок зрителям красивую качественную картину. В прокат вышел фильм «Серебряные коньки». Его главная особенность в том, что большая часть съемок проходила на льду. Актерам около четырех месяцев пришлось осваивать мастерство катания. События разворачиваются в Рождественском Петербурге конца 19-го столетия, поэтому здесь и завораживающая атмосфера, и особые костюмы, и красивая история любви. Любопытные факты о создании этого романтического приключения и мнение первых зрителей в сюжете Светланы Славкиной. Первый день проката и уже семерка по кинопоиску. Российская премьера «Серебряные коньки» сразу заслужила высокую оценку крупнейшего и самого авторитетного сервиса, посвященного кинематографу. Одновременно со всей страной новую картину накануне встречал и Сургут. Хочется создать себе уже новогоднее настроение. В преддверии Нового года посмотреть фильм доброй, любви, новогодней обстановки. И вот решили сходить с коллегой. «Серебряные коньки» — это романтическое приключение. 1899 год. Рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах северной столицы. Львиная доля событий фильма разворачивается на льду, но лишь часть эпизода в съемочной группе удалось снять на натуре. Не повезло с погодой, было слишком тепло, поэтому хрупкое покрытие нивы, мойки, фонтанки пришлось укреплять искусственно. Основной же ледовой площадкой стал павильонный комплекс. Использовали мощные холодильные установки, чтобы на 40 тысячах квадратах воссоздать участок замерзшей реки протяженностью 130 метров. Самые сложные трюки достались каскадерам и фигуристам, но многое пришлось исполнять актерам самостоятельно. При создании фильма всем участникам процесса пришлось преодолеть немало трудностей, но самое главное испытание — это всегда оценка зрителей. Гордость за нашу отличительную кинонатографию, что начали действительно снимать фильмы, на которые охота приходить и смотреть. Такое наше сложное непростое время, тем более с нашими нынешними обстоятельствами, заставляет верить в чудеса, не забывать прекрасное чувство любви, любить и быть любимым. Даже иногда слезы наворачивались. Да, какой-то такой душевный фильм прям мне понравился. Во время съемок у фильма появился талисман. Создатели верят, что он принесет удачу картине «Терроритетные коньки» 1885 года, которые авторы ленты раздобыли на интернет-аукционе. В рабочем процессе их не задействовали. Реплики исторических коньков для актеров создавали специалисты-оружейники. Светлана Славкина, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.